Субтитры создавал DimaTorzok На прошлых занятиях мы начали разбирательство атрибутов действия. Я напомню, что атрибуты действия – это те атрибуты, которые не являются атрибутами совершенства. То есть они не свидетельствуют о наличии совершенства, их отсутствие не наличитует об отсутствии совершенства и наличии недостатка. И первый атрибут действия, который мы разобрали, это атрибут воли. Мы говорили о том, что воля имеет несколько значений. Первое значение – это любовь. Второе значение – это решимость к действию. И во втором значении мы говорим, что воля – это атрибут действия. Потому что в этом значении атрибут этот приписывается Богу вследствие наличия результатов действия. То есть Бог говорит вещи «будь» и она сбывается. Именно вследствие этого мы приписываем Богу данный атрибут в данном значении и говорим, что это атрибут действия. Итак, это первый атрибут действия. Второй атрибут действия, который мы разберем – это мудрость. И прежде всего необходимо заметить, что это слово мы в первую очередь переводим с арабского языка. Потому что тот атрибут, который мы приписываем Богу – это атрибут «хаким». То есть мы говорим, что Бог является «хакимом». Что значит «хаким»? Мы переводим как «мудрый». Но необходимо заметить, что разбирая этот атрибут, мы в первую очередь отталкиваемся от оригинального значения. От значения оригинала. Так как эти атрибуты, прежде всего, приписаны Богу откровением, которое было ниспослано на арабском языке. Итак, мудрость – «хикма» имеет два значения. Первым значением этого слова является следующее. Когда мы говорим «мудрый», мы подразумеваем. И когда мы говорим «хаким», мы подразумеваем того, чьи действия не имеют недостатков. Подразумеваем того, кто, совершая что-либо, делая что-либо, созидая, созидает наилучшим образом. Действия его совершаются наилучшим образом. И результат его действий является наилучшим, совершенным, не имеющим абсолютно никаких недостатков. Это одно значение слова «мудрый». То есть мудрый – это тот, кто делает наилучшим образом, кто делает без недостатков. Но есть у этого слова и второе значение. «Мудрым» называется тот, кто не совершает предосудительных поступков. Итак, эти два значения, могут ли эти два значения быть приписаны Богу? Обладает ли Бог мудростью в обоих значениях или нет? Давайте попробуем в этом разобраться. Мудростью в первом значении, конечно же, вне всякого сомнения, Бог обладает. И этот атрибут в первом значении является атрибутом действия. То есть извлекается этот атрибут из творений. Мы приписываем Богу этот атрибут вследствие наличия творений, вследствие созидательства Бога. Но наличие или отсутствие этого атрибута не делает Бога совершенным или несовершенным, так как является атрибутом действия. Извлекается из творений Бога, извлекается из следствий Бога, из действий Бога. Чтобы убедиться в том, что Бог созидает наилучшим образом, то есть является мудрым, нам достаточно взглянуть на окружающий нас мир. Достаточно взглянуть на самих себя, как мы созданы, как создана Земля, как создана Вселенная. Это является наилучшим доказательством, что Бог является мудрым, обладает этим атрибутом первым значением этого слова. Помимо этого, мы также наблюдаем в откровении указания на это значение. Обратите внимание. В Священном Коране сказано Вы что, призываете к идолам и оставляете наилучшего из создателей, наилучшего из созидателей, наилучшего из творцов? То есть в этом аяте Священного Корана Всевышний назван наилучшим из творцов. И это как раз первое значение слова мудрости. Созидательство наилучшим образом. Таким образом, мудрость в первом значении, вне всякого сомнения, наличие стоит у Бога. Но мудрость во втором значении, то есть тот, кто не совершает предосудительных поступков и совершает только лучшие, только добрейшие поступки. Итак, можно ли приписать этот атрибут Богу или нет? Прежде всего, конечно же, необходимо заметить, что это также является атрибутом действия, потому что также извлекается из результатов, из следствий Бога, из его действий. А что касается того, наличествует ли этот атрибут, приемлемый ли этот атрибут в отношении Бога или нет, необходимо разобрать следующий вопрос. Дело в том, что между мусульманами имеются разногласия. Часть мусульман считает, что предосудительное и непредосудительное добро и зло являются чем-то естественным, чем-то объективным. То есть это объективные понятия, объективные явления. То есть добро является добром не потому, что кто-то так сказал, в том числе и Бог. Добро является добром не потому, что на это указал Бог. И также зло является злом не потому, что Бог на это указал, не потому, что Бог так сказал. А наоборот, Бог сказал, что убийство – это зло, потому что это на самом деле объективно является злом. Бог сказал, что вранье – зло. Бог сказал, что воровство – зло, потому что эти вещи объективно являются злом, Действием предосудительным. Бог сказал, что говорить правду – это добро, потому что это объективность, это реальность. Это точки зрения одной группы мусульман. Другая группа мусульман утверждает немножко иное. И это ашариты, хамболиты и похожие на них течения, в том числе и их потомки, их преемники в лице салафизма и ваххабизма. Они считают совсем иначе. Они считают, что то или иное действие является добром или злом только потому, что Бог так сказал, а не потому, что объективно является таковым, что это вещь субъективная. И в том, является ли то или иное действие добром или злом, играет роль слова Бога, играет роль мнения Бога, высказывания Бога, приказа Бога или запрет Бога. Они наоборот. То есть они говорят, что Бог назвал то или иное действие, убийство, воровство злом, не потому, что это зло, а потому, что Он так сказал, это стало злом. Ну а если бы Бог поступил бы иначе и сказал бы, что это является добром, воровать и лгать является добром, то это стало бы добром. Таким образом, мы наблюдаем, что имеются две разные точки зрения на данный вопрос. На вопрос о том, объективно ли добро и зло или субъективно. И в зависимости от того, к какому выводу мы придем относительно данного вопроса, зависит ответ на вопрос о том, является ли Бог мудрым во втором значении. Если мы будем утверждать, что добро и зло являются чем-то объективным, то да, тогда мы говорим о том, что Бог обладает мудростью во втором значении, что Он мудр. Ну а если мы будем утверждать обратное, что добро и зло – это нечто субъективное, то мудрость в этом значении теряет абсолютно всякий смысл. И, конечно же, верной точкой зрения, правильной точкой зрения является объективность добра и зла. Разве Бог может навязывать человеку нечто, что объективно неоправданно? Только потому, что Он так хочет. Ни в коем случае. Наоборот, великий и могущественный, всезнающий Бог приказывает то или иное действие, потому что это действие является необходимым, является добром, является благом для человека объективно, а не потому, что Богу так захотелось. То есть мы не называем то или иное действие добром только потому, что Бог так сказал. А наоборот, Бог так сказал, потому что объективно это действие является добром. И наоборот, Бог запрещает то или иное действие не потому, что ему так хочется. Ни в коем случае. Бог запрещает то или иное действие человеку, потому что это действие наносит ему вред, приносит ему вред, приносит ему ущерб. Именно поэтому Богу хочется, чтобы человек избегал этих предосудительных поступков. Избегал того или иного злого деяния. И этот факт, эта истина, конечно же, понятна любому каждому разумному человеку. И, соответственно, придерживаясь верной точки зрения в этом вопросе, утверждая, что добро и зло – это нечто объективное, а не субъективное, мы непременно можем и, более того, обязаны переписывать Богу мудрость во втором значении. Я напомню, что мудрость во втором значении. То есть мудрый – это тот, кто не совершает предосудительных поступков, и все его действия являются наилучшими, наидобрейшими, наиполезнейшими. Таким образом, мудрость – это один из атрибутов действия Бога. На сегодня наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Ва-салам алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok